Значит, сегодня большой праздник именно для Одессы и для одесситов. Праздник освобождения Одессы 10 апреля от фашистских и румынских захватчиков. Этот праздник, в принципе, праздник всех до единого одесситов, живущих, как последователей, освободивших Одессу, как тех, которые присутствовали во время большой акции. Это действительно большой праздник, и ему нужно всячески, так сказать, аплодировать, всячески приветствовать и всячески праздновать его дома, поминая, что это как одно из очень важных и нужных событий для нашего города. Но, к сожалению, я встречаю этот праздник с некоторым огорчением. Сам по себе праздник – это большое событие, и это событие необходимо всячески приветствовать. Но в той ситуации, в которой находится сегодня столовая ветеран, а кто в этих столовых ветеранах сегодня кушает? Ветераны. А кто такие ветераны? Это люди в возрасте, и часть из них, которые воевали, часть из них у нас есть люди, которые участвовали в освобождении Одессы. И вот сегодня, сегодня сложилась ситуация, назовите как хотите, политическая и прочее, когда по случаю этого праздника выступают наши руководители, в кавычках, и начинают говорить о том, как они до слез, как они приветствуют тех, кто освобождал. Но сегодня же эти же люди, этих же стариков, которые по-разному участвовали в этом празднике Победы, выкидывают на улицу, лишая их куска хлеба. При этом спекулируя незнанием большинства населения, спекулируя какими-то своими, так сказать, теплыми, добрыми чувствами, на самом деле, которых и в помине нет. Потому что ситуация состоит в следующем. Мы кормим ветеранов, мы называемся столовой системы ветеран, и кормим ветеранов. И эти ветераны, которых мы кормим сегодня, так или иначе имеют отношение к Дню Победы. Так вот, столовой системы ветеран, мною была предложена система для того, чтобы помогать людям, не за счет бюджета, вернее, не только за счет бюджета, только частично за счет бюджета, а основные средства для того, чтобы помогать людям выживать в это тяжелейшее время, это были средства, которые зарабатывали эти столовые за свой счет. И зарабатывая на эти деньги, кормили галлон. И продолжаем это делать. Но, тем не менее, происходят события, которые очень трудно, очень трудно считать их достойными, уважение этих ветеранов. Чего стоит один захват столовой, когда выкидывали людей? Чего стоит захват другой столовой? Чего стоит, я слышал это о квартире, когда ветеранам давали квартиры, которых они не получили? Чего стоит все остальное? Словоблудие, которое по части праздника ветеранов мы сплошь и рядом слышим, это одно. А реальные дела, это другое. Так вот, реальные дела на сегодня заключаются в следующем. Если вы уважаете ветеранов, если вы уважаете тех, кто освобождал Одессу, а вместе с ними освобождал Европу, а вместе с ними победил фашизм, к этим людям нужно относиться уважительно. И независимо от того, кто им оказывает помощь, всех, кто оказывает помощь этим людям, необходимо поддерживать, необходимо всячески способствовать их деятельности. Мы же их встречаем совершенно наоборот. Когда эти помещения прибирают к рукам, захватывают, там нет цели желания помочь людям, потому что в результате получилось следующее, что выкинуты на улицу тысячи человек, которых ежедневно кормили система столовых ветеранов в свой счет. А как сейчас дела обстоят в судебной тяжбе? Судебная тяжба, к большому сожалению, она уже тянется около 8 месяцев, и вот она по сегодняшний день продолжает тянуться. Судья, который рассматривал дело больше полугода, отказался от ведения дела, вот, и передал обратно в администрации суда. Администрация суда назначила нового судью, и сейчас новый судья Шенцева, Ольга Петровна, покажется так. Вот она сейчас была уже первое заседание 6 апреля, теперь будет следующее заседание 20 апреля. Ну как дальше, мы посмотрим. Но по крайней мере ситуация такая. То есть быстрого решения суда нет абсолютно. Хотя, мы были, за это время мы были в административном суде, который вынес решение о незаконности захвата столовых. И тем не менее, они законы, все суды, которые, с помощью которых они пытались сегодня отнять все столовые, все суды сегодня говорят об одном. Что, пожалуйста, нужно решение Приморского суда. А Приморский суд должен вынести решение объективно, с учетом того, что по закону, по закону, у нас еще 15 лет аренды, и у нас не имеют права эти столовые товары. Помогать нам кормить голодных? Да, надо. Но ни в коем случае не делать так, как это делается сегодня. Вместо обещанного благополучия, пожилой части населения, над ними просто издевательски выбрасывают их на улицу. Напомните, пожалуйста, в двух словах, о каких именно двух столовых идет речь, их адреса, когда они были захвачены. Одна столовая на Варвинской, 15, да, это все события восхищалось в городе, всеми телеканалами. Это было, значит, простите, пожалуйста, это было в январе, что это было, так? В январе был, да, захват. А вторая столовая попозже, где-то через месяц, на Московской, 13, это напротив храма Казарской Божьей Матери. Вот, там тоже, там пришли спокойно, предъявили директору бумажки, и на основании этих бумажек потребовали освободить столовую. Директор больна, она, так сказать, сопротивляться не могла, она вынуждена была уступить, и таким образом столовая была передана. Осталась только одна столовая на Донецкой двадцать. И вот, она должна быть, так сказать, сейчас, быть защищена, но, к большому сожалению, защищать некому. Хотя бы и выступления депутата Верховного Совета, и Кармазина, и Наливайченко, и Порубия были, но толку от этого никакого. Понимаете? Вот такая вот ситуация стоит. Городская власть игнорирует все возможные шаги, источники, и действует во время своих интересов. То есть, у вас сколько осталось сейчас столовых ветеран? Одна, на Дальницкой. Эта столовая, простите, не входит в это число, потому что договор ее заключен, был совсем раньше, в девяносто втором году, решалась договор, заключала сессия, напрямую, это бессрочная, безоплатная, без срока действия, то есть, на веки вечно, это практически как частная столовая. Она не входит в число тех трех, но из тех трех, которые сегодня предписали мне освободить, две уже захвачены, осталось их знать. На Дальницкой два, или, это называется, Степовая, Угол Иванова. Я действительно в этой известной земле.